Приговоры к вице-премьеру правительства Коми Константину Рамаданову вступил в законную силу. Фигурант так называемого «дела Гайзера» проведет в колонии строгого режима 7 лет. Однако бывший чиновник не согласился с этим, напомнив сегодня в Мосгорсуде, что он одним из первых пошел на сделку со следствием и признал вину. А защита и вовсе просила назначить Рамаданову условное наказание, сократить штраф до минимально возможного и предоставить пятилетнюю отсрочку для выплаты. Отметим, речь идет о сумме в 170 миллионов рублей. Однако тут вступился прокурор, напомнив суду, что наказание назначено в соответствии с законом. Напомним, следователи считают, что обвиняемый аккумулировал средства преступного сообщества с мая 2009 по сентябрь 2015.